Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. В Реческом районе на трассе легковушка столкнулась с лосем. Водители-пассажир с травмами госпитализированы. Volkswagen Passat двигался по автодороге Октябрьский-Паричи-Речица со стороны Светлогорска в направлении Речицы. На 112-м километре под колеса легковушки бросился лось. Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. На помощь пострадавшим прибыли медики, а вот животное погибло на месте. По факту ДТП проводится проверка. В свою очередь госавтоинспекция ведет поиск очевидцев другого происшествия, в котором серьезные травмы получил пешеход. Три дня назад около 7 утра на улице Студенческая в Гомеле водитель Киа Венга при повороте на проспект Октября сбил мужчину. Пострадавший переходил проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Граждане, которым что-либо известно о данном ДТП, могут обратиться по номерам, указанным на экране или по телефону 102. В продолжении выпуска оперативная информация от сотрудников МЧС. За прошедшие сутки в области зарегистрировано два пожара, на которых повреждены строения, но, к счастью, обошлось без жертв. На оказание технической помощи спасатели выезжали пять раз. В деревне-городок Чечерского района накануне поздно вечером вспыхнул пожар в блочном гараже. Полностью сгорела находившаяся внутри легковушка. Одна из возможных причин пожара – неосторожное обращение с огнем при проведении ремонтных работ. Сегодня в Гомельском районе, в деревне Победа, на одном из подворий загорелась кирпичная баня. Огонь уничтожил потолочное перекрытие, внутренние перегородки строения. Поводом для ЧП, по предварительной информации, стало нарушение правил эксплуатации печи. В окончании выпуска позитивная информация для родителей младших школьников. В Гомеле ученики начальных классов до конца зимних каникул, садясь в маршрутку и предъявив водителю фликер, смогут не оплачивать проезд. Акцию по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма поддержали несколько предприятий частных маршрутных перевозок. Таков обзор к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания.